Добро пожаловать на просмотр видео. На днях я решил попробовать запустить новую рубрику, которую назвал Клоунские отзывы. Думаю, суть понятна и ясна. На данный момент мною собрано 24 трешовых отзыва, и в данном видео я вам покажу ровно половину, то есть 12 штук. Если вам зайдет, то быть второй частью. По понятным причинам авторы отзывов не будут показаны. Погнали! Последнее время читер в рации. Имя нет, музыку включают и рыгают админы. Что? Ничего не делают, ужас какой-то, и из-за него всех кикают без причины. Как думаете, в каком классе начинают проходить пунктуацию? Потому что до этого я тоже как-то писал абсолютно все слова без какого-либо разбора, без каких-либо знаков припинания. Автор данного отзыва поставил одну звезду. Я, правда, не совсем понял, но что-то связано с войс-чатом и админами. Что ж, долго задерживаться не вижу смысла, идем дальше. Физика никакущие. Привилегии для ютуберов. Неадекватные админы. Короче, такая себе игра. Если хотите просто покататься на фуре, качайте взлом. Что ж, ну тут хотя бы глаза не цепляются за ошибки грамматические. Смутило меня одно. Привилегии для ютуберов. А с каких это пор привилегии стали считаться минусом в игре. Почему-то у многих была именно такая реакция. То, что, мол, добавили привилегии для ютуберов. И все, игра скатилась. Все в самый низ. Бред полный. Играть не буду. Я вообще вот эту тему не понимаю. Что ж, ну в этом комменте особо чего-то угарного не вижу. Больше беды с башкой вижу. Ну в таком случае идем дальше. Здравствуйте. Подскажите. Перелет через ограду. Вот прям перелет через ограду и все. Теперь не могу выбраться. Уай беда. Перелет через ограду. Снимает. А, снимет. Ну я сам-то не лучше. Снимет деньги за повреждения и вернуться в гараж. Что это за деньги, откуда их взять? Действительно. Как, ребята, вы знаете? Скажите там в комментах, где вот в Монтердепо деньги взять. Ну я думаю, наверное, игру на паузу поставить. И там вот деньги появятся. То есть вы понимаете, чел с какой проблемой столкнулся. У него сначала перелет через ограду и он не может выбраться. А теперь еще деньги снимать за повреждения. И вернуться в гараж. То какой ты родной. Что у тебя произошло там? Не могу запустить. Разработчики никак не реагируют. Видать, хотят, чтобы я ее купил. Хотя я в нее год играл до обновления. Подлый поступок. Я ничего не понял. Еще и подлый поступок. Боже. Не будьте такими, пожалуйста, челами. Верните мои деньги. Алло. Мне игра не понравилась. Я удалил. А деньги не возвращают. Вы не зажрались там? А? Вот действительно. Думаю, тоже вот куплю машину. Вот в будущем в автосалоне. Покатаюсь на ней месяц. И приду в автосалон обратно. Скажу. Мне. Алло. Алло. Мне не понравилась машина. Деньги-то. Че не возвращают? Вы там не зажрались? Случаем немного. А? То есть, вот чел, видимо, такой же логикой придерживался. Ну, слушать, это бред. А? Сфига ли баня-то упала? Почему? Если тебе не понравилась игра, и ты в нее уже играл довольно немалый промежуток времени. Ты ее удаляешь, и тебе должны вернуться деньги. Вопрос. Вот. Он вообще читал правила плей-маркета, или он в параллельной реальности и в какой-то сказке живет, что там за то, что ты удалишь игру, тебе бабки вернутся. Ну, бред. Полный писец. Вы че? Не можете заделать, чтобы она не подвисала? Я сколько денег вгрохал? Вы вдумайтесь. Он вгрохал в игру. 99 рублей. Ох, капец. Он вгрохал колоссальную сумму денег. 99 рублей. Вот еще раз просто вдумайтесь. А играть нереально даже на планшете. У вас был в детстве на планшет. Вот у меня был в детстве на планшет. И у чувака на планшет. Но почему-то он вгрохал в 99 рублей, и ничего не работает. Ну, блин, прогорел, прогорел чел однозначно. С инвестициями не то выбрал. Вот, 99 рублей он вгрохал. Колоссальные бабки. Подвисает. Еще и не работает. Прямо на планшете. Кстати. Ладно, идем дальше. Забыл, что хотел сказать. Игра не закачивается. Вы слышали, когда он такой? Не закачивается. Игра не закачивается. В общем. Ну, игра и не закачивается. И деньги не возвращаются. Ну, вот опять. Опять вот. Очередной гахатрон. Поняли, да? Гахатрон. Деньги-то не возвращаются. Еще игра не закачивается. Спасибо разработчикам. Надувательство. Прошло. Ладно. А вот сейчас будет просто трэш. Погодите, не читать вперед. Это надо читать с акцентом. Разрывы. Вы меня разозлили. Очень сильно из-за ботов. Машин. Боты-машины. Поняли? Боты-машины. Уберите ПЖ этих ботов. Я трачу деньги. Из-за этого быстро. Уберите ботов. ОТО вам не поздоровится. Уберите. Ну, короче. Вот меня всегда выносил из таких челов. Вот знаете, он рост, он как мусорное ведро. Вот пластиковое. Представляете, да? Учится еще в классе. Нет. Он в садике. Мне очень нравится, но мало карт. Кстати, вы знали, что в Мотор Депод есть не одна карта? Вот чел пишет, что ему мало карт. Там вообще не одна карта оказывается. Я вот на это на самом деле не знал. Интересно, знает ли разработчик, что у него тоже там оказывается Мотор Депод карта не одна. И мало грузовиков. 29 грузовиков вообще ни о чем нужно больше. Я думаю, что надо масс прокачать. О, ну он экзибит походу. Ну вот, я хочу у вас, у вас спросить, как прокачивать машины. Твердая пятерка. Да, он действительно прям твердую пятерку влепил. Почти. Игры. Крутая, но вопрос, почему я не могу купить КамАЗ? Я пробовал много раз и не вышел. Если уберете технические работы, поставлю 5. Что ж, остается всего два отзыва. Ну, давайте читать дальше. Игра топ. Жалко, что платно. Но и бы хотел, чтобы добавили работу крановщика и дома заигровые деньги. И еще бы хотелось, чтобы добавили... Сейчас, слушайтесь. Дальнобойщики США, КамАЗы и США. Еще раз. Дальнобойщики США, КамАЗы и США. Вы поняли что-нибудь? Ну, и я тоже ничего не понял. А так, игра топ. Ну, ладно. Ну и последний на сегодня отзыв. Тут прям очень интересный случай. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разработчики админы. Вы узнаете своего коллегу? Коллега пишет вам. Сделайте, пожалуйста, игру бесплатной на мой телефон Redmi 9A. Вы что? Вы для своего коллеги не можете сделать бесплатной игру? Еще и на Redmi 9A. А, если серьезно, то тут все просто в край обнаглевшие свиньи, которые вот так нагло пишут, сделайте игру на мой телефон Redmi 9A. А вот прям бесплатно. Я помню, когда разыгрывал ключи, там находились гении сверхразума, которые просто повелители планеты, которые писали, что «Дай мне, пожалуйста, ключ. Я на тебя подписан. Ты мне обязан его дать». Вот тут примерно так же просит чел просто игру именно для него бесплатной сделать. Ну, блин, он же коллега. Ему, наверное, можно. Но я бы его только на *** посылал. Вот. Собственно говоря, первые 12 отзывов я вам показал. Про следующее я сказал в самом начале. Если вы стали свидетелем кугоунизма, дайте знать с помощью ПВС. Дай бог, встретимся в следующем видео или на стриме.